МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Дагестане побывала молодежная делегация африканских стран и встретилась с духовным лидером республики. Паститься и тренироваться. Каково это? Решил узнать наш спортивный обозреватель. Он побывал на базе, где борцы готовятся к первенству России. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Министр экономического развития России Максим Решетников прибыл с рабочим визитом в Дагестан. Вместе с руководителем республики Сергеем Меликовым и премьер-министром Абду Муслимовым Абду Муслимовым федеральный чиновник посетил крупные предприятия в Кизляре. По итогам обхода проведено совещание по комплексному развитию Дагестана. В частности, коснулись и виноградарства в регионе. Участники мероприятия обсудили принятые на федеральном уровне меры поддержки данной отрасли. Делегация также посетила и Дербенский район, где на повестке стоял вопрос строительства Каспийского прибрежного кластера. Сейчас краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест», затем продолжим. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Дагестане дороги очистили от 400 незаконных рекламных баннеров в прошлом году. Больше всего нелегальных конструкций выявили на трассах между Махачкалой и Каспийском. Более 150 растяжек. От центра же столицы был вывешен самовольной рекламой в 120 случаях. В Каспийске выявлено более 100 таких баннеров. Хасайвирте – 30. Надзор из спектра помогает очистить дагестанские города от неухоженных конструкций, которые портят облик. Работа будет продолжена. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дагестан оказался в лидерах списка по дороговизне бензина. Средняя стоимость топлива республики на начало марта составила 55 рублей 97 копеек. По данным Росстата, это второй по величине показатель среди всех регионов СКФО. Дороже бензин только в Ингушетии, среднем 56 рублей 8 копеек за литр. За первую неделю марта рост цен был зафиксирован в четырех субъектах России, а снижение – в семи. Самые высокие доходы в Дагестане получают работники госслужбы. Это стало известно по итогам исследования РИА-рейтинг. Согласно статистике, в среднем в этом секторе доходы составляют в пределах 55 тысяч рублей. При этом средняя зарплата в регионе, согласно данным Дагстата, – 38 тысяч рублей. Анализ также показал, что госслужба является самым доходным местом во всех республиках Северного Кавказа. В России стало тяжелее сдавать квартиры посуточным. Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон, который запрещает посуточно сдавать квартиры, если это вызывает неудобства соседей. Парламентарии исходили из того, что сдавая жилье в аренду, собственники должны соблюдать права и интересы своих соседей. Кроме того, теперь арендодатели будут нести такую же ответственность за шум и беспорядки, как и сами съемщики. Муфтия Дагестана встретился с молодежью Нигерии, Сомали, Бангладеша, Ливана и других стран. Делегация посетила республику в рамках региональной программы «Познакомьтесь с Россией», которая прошла после Всемирного фестиваля молодежи. В Дагестане они выразили желание встретиться с духовным лидером, шейхом Ахмадом Афанди. Сын Муфтия Нигерии, доктор Абульфат Хальхосайни, предложил инициативу дальнейшего сотрудничества между Дагестаном и странами Африки для укрепления уздружбы между мусульманскими народами. Шейх Ахмад Афанди инициативу поддержал. Я это говорю не от того, что здесь в Дагестане все ангелы плохих людей, плохих тоже есть, но большинство они хорошие, гостеприимные. Почему? Не от того, что они хотят показать, например, в душе радости нет у гостя, а просто улыбаемся. Нет, от души у нас радость, от души встреча гостей, потому что это от нас ислам требует. Встреча прошла в Духовном центре имени пророка Исы. Для зарубежных гостей провели экскурсию по объекту, рассказали о его строительстве. Один из участников делегации обратился к муфтию Дагестана с просьбой о содействии в строительстве мечети на его родине. Шейх Ахмад Афанди положительно ответил на просьбу и выразил инициативу открыть там медресы. В завершении беседы доктор Абульфат Хальхусани прочитал аяты Корана. И второе единство народов прошли практически во всех регионах России и стран СНГ, организованные по инициативе муфтията Дагестана. Крупные мероприятия состоялись в частности в Челябинске, Нижнем Тагиле, Казани, Москве и даже в Узбекистане. Участие в них приняли местные религиозные деятели, общественники, известные личности, а также дагестанцы, проживающие в этих местах. В ходе праздничных встреч читали строки священного Корана, проповеди, нашиды. Посетителям также вручали ценные подарки, в том числе путевки на малый хадж Умра. Благодарен организаторам этого мероприятия, все, кто участвовал, барракад был сам. И сами видите, как праздники очень хорошо проходят. Очень мы довольны, что дагестанская диаспора у нас присутствует в мечети. Потому что они ведут очень большую работу. Дай Аллах им всем здоровья, барракад, и пусть Аллах им будет всеми доволен. Я сегодня первой в жизни попалась в этот дагестанский ифтар. Я очень рада, что такое мероприятие, такие эти программы у них, подарки. За все, за все вам спасибо большое, чтобы все ваши желания, все мечты, все благи, дьяни, Аллах чтобы принял. Здорово, все было прекрасно. Я в частности сам в Шлябинской области. Сегодня прошло замечательное мероприятие ифтар. Спасибо большое организаторам, очень-очень вкусно накормили нас. Очень были душевные и красивые выступления. Месяц Рамадана – это месяц братства, месяц дружбы. Разные национальности сегодня собрались. Мероприятие завершилось коллективным разговением и молитвами о благополучии родного края. Цель подобных мероприятий – укрепление узбратства, распространение истинных духовно-нравственных ценностей среди народов России и стран СНГ. Тренировки и Рамадан. Дагестанские борцы-юноши готовятся к первенству России. Основная часть занятий спортсменов выпала на начало месяца поста, но подготовку к серьезному старту никто не отменял. Курбан Рагимов побывал на базе в Карамане и выяснил, как наши молодые вольники адаптировались под Рамадан. Десять дней до начала первенства России среди старших юношей. Финальный этап подготовки наши вольники проводят на базе в Карамане. Подходит к концу первая неделя сборов и борцы стараются делать все, чтобы подойти к старту в оптимальной форме. Сбор юношеской команды перед поездкой в Орел на первенство России, как и в прошлом году, совпал с началом священного месяца Рамадан. Тренеры немного подкорректировали режим и продолжают работу. Вопреки трудностям в команде настроены только на победу. В обойме около 60 вольников. Тренировки на сборе адаптировали под месяц Рамадан. Перешли на щадящий режим. Утром нет зарядки, в полдень игра и только вечером интенсивная работа на ковре. За эти две недели такой программы нету, ребят загнать. Надо ребят подвести к первенству России в такой же форме, в которой он не есть, чтобы ребята были свежие, невыжатые. У нас настроек у ребят очень хороший, все настроены. Боевой дух, в общем, да, у ребят дух боевой, все хотят побороться. На часах 18.00, позднее только половина тренировки, вольникам дают 10-минутный перерыв. Они подкрепятся водой, финиками и фруктами и продолжат занятия. Для бронзового призера первенства Европы Шахбана Абдурахманова это первый сезон в новой возрастной группе. За год уроженец поселка Бавтугай Кизлюртовского района успел подняться на две категории высшие, но цели остаются прежними. Добавляем, добавляем, ребятам! Сперва сухур бывает в 4.30, на сухур садим в 4.30, кушаем, садим, намаз делаем, потом в 11.30 тренировка бывает до 11.00, спим где-то, одеваемся, все делаем и на тренировке в 11.30. И после тренировок время хорошо проходит здесь на сборах, с друзьями, с пацанами здесь время незаметно проходит, держать легче здесь в разу. И 5.30 уже здесь ковер, сопротивление, работа, схватки, чуть попаром, вот так проходит. На этот сезон большие планы, хочется еще раз поехать за рубеж, на мир, Аргентина. Победит тот, у кого больше желания. С таким напутствием перед поездкой на главные соревнования сезона к вольникам обратились двукратный чемпион мира Магомед Расул Газимагомедов, который, к слову, проверил готовность некоторых юношей и топовый боец UFC Умар Нурмагомедов. В этом возрасте это самое главное, не потерять фокус, не отвлекаться на другие какие-то второстепенные вещи. И оставаться настроенным, фокусированным на тренировке, потому что из всего вот этого материала, скажем так, из этих всех ребят к чемпионству, к золотым олимпийским там, к олимпийским медалям, к медалям чемпионата мира придут единицы. И когда ты это понимаешь, то ты должен жить этим, ты не можешь отвлекаться на что-то еще. Ты должен жить этим, ты должен и во сне видеть эти медали, и вставая ты должен идти на тренировки, думая об этих медалях. Только так можно достичь хороший результат. Ребята пашут, глаза горят. Сейчас вот так же, чтобы глаза там тоже горели, выиграть. Хотел чисто, чтобы они тоже опыт получили от меня, побороться, повозиться, чтобы они почувствовали, чтобы уверенность получили. Будет нормально, да, борются до конца, до каждого балла. Миньшала, надеемся, что так же, до каждого балла они будут бороться на России, на мире, на Европе. На прошлогоднем первенстве страны в Нарафа-Минске сборная Дагестана показала лучший результат. 20 медалей, 7 из них высшей пробы. Повторить такое в Орле будет сложно, но борцы намерены проявить все свои лучшие качества. Первенство России пройдет с 25 по 29 марта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова